В 2025 году в 47 городах и районах области реализуют инициативы проекта «Сделаем вместе». Здравствуйте! Это новости региона на Дон-24 в студии Аллы Локтионова. Перевод на русский жестовый язык Натальи Евсеевой. Смотрите выпуски. Не зная броду. Вот на таком транспортном средстве спасатели спешат к людям. Кто и как в Ростовской области следит за безопасностью на воде. Внутренняя кухня. Ковар уверял, что продукты сегодняшние, на вкус они, если честно, не первой свежести. Что такое шаурма по ГОСТу? Показывают класс руководителям. Здесь в Ростове-на-Дону запланирован марафон практик классного руководства. В Донской столице проходит Всероссийский форум педагогов-наставников. Дело молодое. Наша задача здесь ребят прокачать. 200 юных дончан отправились на форум «Молодежка 2.0». Не время расслабляться. Какая готовность? Я не могу сказать, что прям отличная, но я готова гоняться. Сальские грибцы без устали готовятся к соревнованиям. Почти 500 миллионов рублей из областного бюджета направят на реализацию инициативных проектов в следующем году. Такое решение принял губернатор Василий Голубев. Перечень проектов «Сделаем вместе» уже утвержден. Конкурсный отбор проходил с февраля по июнь этого года. Участвовало более 400 заявок. Из них отобрали 222. Их реализуют в 2025-м в 47 городах и районах области. Народные инициативы предложены в сфере физкультуры и спорта, благоустройства, культуры, образования и других. По словам главы региона, проект «Сделаем вместе» – это механизм поддержки местных инициатив. Ведь сами жители решают, какие объекты нужно отремонтировать, благоустроить в первую очередь. Добавлю, что в области уже реализовали более 760 таких проектов. На это из регионального бюджета направили около полутора миллиардов рублей. 25 человек утонули в Ростовской области с начала лета. Из них 8 только за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. На оборудованных пляжах дежурят спасатели. Но спасти от беды в первую очередь смогут знания правил поведения на воде. Какие меры принимают для предотвращения несчастных случаев, узнала Мария Танконогова. Купаться и быть уверенными в безопасности. Именно для этого и есть официальные пляжи. В Константиновском районе их несколько. Городской пляж оснащен спасательным постом ДПЧС, на котором несут круглосуточную работу четверо спасателей. Спасательный пост ДПЧС укомплектован моторной лодкой и четырьмя спасательными жилетами, тремя спасательными кругами. Имеется конец Александрова, также аптечка и средства связи. Совместно с инспекцией по маломерным судам спасатели проводят беседы о правилах использования плавательных средств. А вместе с сотрудниками ПДН проходят профилактические рейды на тему безопасности на воде. Областные спасатели запланировали мониторинг и несанкционированных мест, чтобы предупредить отдыхающих об опасности. Вот на таком транспортном средстве спасатели спешат к людям, чтобы предотвратить несчастные случаи, провести профилактические беседы и вручить памятки. За 19 лет работы водолазом сложилось такое устойчивое наблюдение. Чем дальше человек заплыл, тем дольше его искать. А вы сейчас нарушаете, заплыли за буйки и плывете на судовой ход. По всему региону сейчас работает более 90 пляжей, 16 из них детские. К обеспечению безопасности привлекают все подразделения областных пожарно-спасательных служб. За ними закреплены около тысячи мест, где купание запрещено. Вопросы прохождения купального села в Ростовской области держим на особом контроле. Ежеквартально, ежемесячно с главами муниципальных образований региона вносим коррективы в нашу общую деятельность, совместную деятельность по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Чтобы сохранить снижение количества происшествий на воде, специалисты продолжат активную профилактическую работу. Мария Танконогова, Владимир Галуцкий, Дон-24, Константиновский район. Ну а чтобы сократить количество тех, кому понадобится медпомощь после испорченной еды, Роскачество предложило ввести ГОСТ для шаурмы. Алина Цыбанева расскажет, что увидела на кухнях Ростова, где готовят знаменитый фастфуд, и так ли для этого нужен единый стандарт. Одна шаурма и выполненные энергии часа на полтора непрерывного бега. Ингредиенты блюда всем известны, а вот условия правила хранения изучает не каждый. Специалисты Роскачества проверили 29 марок шаурмы и только в одной не нашли нарушений. После этого решили – нужен ГОСТ. Из аргументов за – контроль санитарно-эпидемиологической обстановки. В Ростове тоже любят шаурму, поэтому мы решили пройтись по нескольким точкам ее продаж. Первый ларек о срок годности ингредиентов уже не радует. Дальше – больше. На следующей точке продукты даже не двухдневные. Дегустация в одной из точек тоже не оправдала надежд. Мне приготовили шаурму, и хоть повар уверял, что продукты сегодняшние, на вкус они, если честно, не первой свежести. И тем более мясо находится там как минимум один день на 40-гратусной жаре. По нормам Санпина готовое мясо может храниться до 36 часов. И это при температуре 4-6 градусов. А вот без холодильника срок хранения, естественно, меньше. Поэтому в некоторых заведениях отказались от вертела. Более качественная шаурма получается на таком приборе, который называется ТЭПАН. Это такая жарочная поверхность. Мясо здесь готовится небольшими порциями и сразу же отправляется в шаурму. Насадить на этот вертел – это одно дело. Соответственно, потом его прожарить – это другое дело. Тут должен быть определенный наплыв гостей, который… этот вертел быстренько-быстренько пожарится и съестся. Если он долго будет стоять, то, конечно, это будет не очень. И подумав, я просто решил, принял решение использовать только жарочную поверхность. Из плюсов повара называют всегда свежее мясо, вне зависимости от потока гостей. Из минусов – много сразу не прожаришь. Однако гост подразумевает не только единые стандарты условий хранения, но и требования к технологии изготовления и составу. Тут и появляется аргумент против. Тут нет единого стандарта приготовления. Обычно авторский имеет контекст приготовления. Но если говорить про качество и безопасность, то качество и безопасность – немножко разные понятия, потому что из качественных продуктов тоже можно иметь отравление. Поэтому, как говорят кулинары, дело не в шаурме. Большую роль играет профессионализм поваров, санитарные нормы и товарное соседство. Тогда ваш обед будет не только вкусным, но и безопасным. Алина Цабанева, Максим Шапошников, Сергей Элфеев, Дон-24, Ростов-на-Дону. А в зону спецоперации нашим бойцам отправляют только самое нужное и проверенное. Партию гумпомощи собрали в Матвеево-Курганском районе. Виктор Леонтьев о самом необходимом внутри посылки. Дома ждут родные, мать, два брата, друзья, родственники. Все ждут, переживают, конечно. Передаю всем привет. Военный символическим позывным «Патриот» с самого начала спецоперации находится на передовой. Он, как никто, понимает, насколько важна связь тыла и фронта. Поэтому и приветы от других «Патриотов» здесь ждут. Привезли бойцам все самое необходимое – воду, продукты питания, фрукты, овощи и главную летнюю ягоду – арбуз. Все это передали жители Матвеево-Курганского района. Вместе с продовольствием солдаты получили детские письма. Пока мы едины, мы непобедимы. Мне очень приятно вместе с жителями Матвеево-Курганского района собрать маленькую посылку, для того, чтобы ребята почувствовали кусочек тепла, кусочек нашей любви. Обед пусть и по расписанию, но и про службу никто не забывает. В помощь для выполнения задач специальной военной операции от Ростовской области бойцам передали квадрокоптеры. Это 200 дронов «Оса» и «Бумеранг». Последний способен разогнаться до 170 км в час. Поэтому в условиях боя по скорости ему нет равных. Еще одна особенность летательного аппарата – полная неуязвимость к антидроновым ружьям. Кроме этого, здесь представлены грузы, которые передали нам волонтеры из города Таганрога. Соответственно, это теплоизоляционные одеяла, которые можно использовать как прикрытие от дронов, особенно в ночное время. Ну и, конечно же, средства связи. Такую помощь бойцам спецопераций правительство региона доставляет регулярно. Как отмечают бойцы, такие приветы помогают приблизить неизбежную победу. Виктор Леонтьев, Дон-24. Продолжим выпуск. В их рядах трудятся газоспасатели, водолазы, а также промышленные альпинисты. Сегодня поисково-спасательная служба Донской столицы отмечает свой 30-летний юбилей. С награждения лучших сотрудников Анастасия Изюменко. История Ростовской поисково-спасательной службы началась в 1994 году. Тогда в штате было всего 52 человека, сейчас в два раза больше. За 30-ка лет работы у специалистов более чем 50 тысяч неотложенных выездов. Всего спасатели уберегли около 10 тысяч жизней. Могу с уверенностью сказать, что сегодня жители города Ростов-на-Ноно относятся к вам с большим уважением, теплотой и большой благодарностью. От себя могу сказать, что мы гордимся нашей поисково-спасательной службой, гордимся вами и все, что вы делаете. Хочу в этот день пожелать вам крепкого семейного счастья, благополучия, конечно, крепкого здоровья. Лучших сотрудников наградили почетными грамотами и благодарностями за заслуги в деле спасения людей и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Среди личного состава есть и те, кто стоял практически у истоков образования службы. Сколько лет вы в профессии? Ну, уже 28 лет с небольшим, скажем так. Возраст дает опыт, то есть уже многие работы ты уже делаешь на автоматизме просто. По опыту, по это, вот. Конечно же, приходят молодые ребята, они берут на себя какую-то там нагрузку физическую, то есть помогают нам это, мы больше уже руководим. В службе трудятся газоспасатели, судоводители, водолазы, стропольщики, а также промышленные альпинисты. Наиболее сложные выезды – это работа с людьми, это дорожно-транспортные происшествия, где нужно оказывать помощь, первую помощь людям, в частности, дети. Все спасатели, начальники поисково-сустрательных отрядах – это профессионалы в своем деле, поэтому все готовы к работе. В любой ситуации первостепенная задача – спасение жизни людей. Но помимо этого, сотрудников ПСС привлекают и к ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций. Анастасия Изюменко, Максим Шапошников, ДОН-24, Ростов-на-Дону. А в это воскресенье свой праздник отметят металлурги. Накануне сотрудников Новороссийского прокатного завода в шахтах наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. На мероприятии побывала наша съемочная группа. 430 тонн стали и 380 тонн арматурного проката произвели на Новороссийском прокатном заводе в прошлом году. И такой значительный результат стал возможен благодаря профессиональным металлургам. Андрей Буйволенко пошел по стопам родителей, которые тоже работали в металлургии. На производстве трудится с 2008 года. Поступил на должность электромонтера 4-го разряда. А сейчас он заместитель главного энергетика по электрооборудованию. Я, можно сказать, с низов своими руками сучнил. И мне сейчас намного проще наставлять людей при выполнении каких-то задач. Среди металлургов немало женщин. И на них лежит большая ответственность. Например, в лаборатории специалисты проводят анализ входного контроля сырья и материалов. Здесь материалов у нас очень много. Они разнообразные. Это как фросплавы, угли, известь, огнеупоры. Ну и все, что на заводе находят, к нам тоже несут на анализ. Сейчас на заводе реализуют не один инвестиционный проект. Благодаря этому увеличится производственная мощность предприятия и появятся новые рабочие места. Предприятие успешно реализует проекты по созданию катанки, листового проката, ферросплава. Для региона это совершенно новые и нужные направления, которые будут реализованы благодаря вам. Новороссийский завод играет важную роль в металлургической сфере благодаря высокому уровню автоматизации процессов и применению высокотехнологичного оборудования. Пожелаю сохранить себя, выполнять охрану труда и технику безопасности. Все мы будем живы и здоровы. С праздником! На церемонии награждения отметили неоценимый вклад сотрудников в развитие металлургической отрасли и экономики региона. Им вручили заслуженные награды. Мария Танконогова, Сергей Алфеев, Дон-24, Шахты. Посмотрите новости на Дон-24 и вот о чем еще расскажем далее. Показывают класс руководителям. Здесь в Ростове-на-Дону запланирован марафон практик классного руководства. В Донской столице проходит Всероссийский форум педагогов-наставников. Дело молодое. Наша задача здесь ребят прокачать. 200 юных дончан отправились на форум «Молодежка-2.0». Не время расслабляться. Какая готовность? Я не могу сказать, что прям отличная, но я готова гоняться. Сальские грибцы без устали готовятся к соревнованиям. Ростовская область остается ведущим экспортером на юге России. По итогам прошлого года внешнеэкономическая деятельность выросла более чем на 30%. Сегодня регион переориентировал свой экспорт на дружественные страны. В первую очередь в Азии и Африке. Ключевые внешнеэкономические партнеры сегодня – Турция, Египет, Китай, а также Гонконг. Ростовская область по первому полугодию в ключевой для нас отрасли, а это продовольственная индустрия. Мы выполняем план больше, чем на 62%. И нет никаких сомнений, что по итогам года национальный проект будет выполнен. А Ростовская область сохранит свои позиции ведущего экспортера на юге России. Также парламентарии на обсуждении национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Ростовской области отметили, что регион входит в топ-10 крупнейших российских экспортеров. Так, экспорт пшеницы превышает 40%, а кабайнов – 60-70%. Другим темам. Из-за жары в области усилили меры безопасности в лесной местности. Так, в Министерстве природы и экологии региона сообщили, что количество лесопожарных станций увеличили и установили дополнительные камеры мониторинга. О том, что еще стоит на повестке ведомства, расскажет Ольга Молчанова. Предотвращают лесные пожары, очищают реки, восстанавливают деревья и зеленые насаждения. Как реализуют проекты сохранения лесов и сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология», а также другие вопросы, обсудили на заседании Общественного совета при Минприроде и экологии региона. Мы сейчас находимся в реализации, в активной реализации всех наших мероприятий, которые заложены в рамках национальных проектов. По лесам мы уже провели восстановление в первой половине года, закончили всю высадку лесных насаждений, это 1900 гектар. И сейчас, конечно, основное – это идет у нас сохранение леса с учетом такой высокой пожароопасности, которую мы наблюдаем. Поэтому дончанам регулярно напоминают, как не допустить природные возгорания. Особое внимание раннему обнаружению задымлений. Это позволяет пожарным бригадам в кратчайшие сроки приступить к тушению. Увеличили количество лесопожарных станций и установили дополнительные камеры мониторинга. Их стало 86. У нас уже покрыто 85% камерами. Помимо этого, мы на господствующих высотах наблюдаем. Помимо этого, у нас и добровольцы, которые сельских поселений отслеживают. Я же говорю, любое возгорание, где бы ни происходило, у нас моментально туда выдвигаются люди. Не меньше внимания сохранению уникальных водных объектов. Всего с 2019 года очистили около 64 километров донских рек. На встрече обсудили необходимость создания дополнительных региональных нормативных документов, регламентирующих компенсационное озеленение территорий. Ольга Молчанова, Богдан Дмитриев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Квалификацию и уровень педагогов повышают и проверяют на регулярной основе. В Ростовской области проходит 4-й Всероссийский форум классных руководителей. Что в приоритете в образовании самих учителей, расскажем в сюжете. Почти 7 часов понадобилось делегации из Херсонской области, чтобы добраться на региональный этап Всероссийского форума классных руководителей. Для многих преподавателей обучение в таком формате пройдет впервые. Первое, что я бы хотела подчеркнуть из этого мероприятия, это то, каким образом и какой методикой работать, точнее проводить работу по индивидуальному подходу к каждому ученику. Донская столица собрала 300 классных руководителей и кураторов групп СПО со всего Южного федерального округа. Сфера воспитания сейчас одна из самых актуальных в сфере образования. И, конечно же, этому вопросу мы уделяем первостепенное значение. Мы очень рады, что именно Ростовская область принимает участников регионального этапа Всероссийского форума. И, конечно же, Ростовской области есть о чем рассказать. Я должна сказать, что на фоне всей страны донские учителя очень яркие, очень дружные, очень сплоченные. Показывают высокие баллы надборочных мероприятий форума классных руководителей. Самые яркие ролики, песни и поздравления, демонстрация донского казачества – это всегда классные кураторы Дона. На форуме пройдет и марафон практик. Его цель – выявить, а также распространить лучший педагогический опыт в области классного руководства. Все, что мы предлагаем учителям, это очень важно, полезно, но больше они доверяют друг другу, когда слышат голоса такого же учителя, как и я. Поэтому здесь, в рамках этой встречи, здесь, в Ростове-на-Дону, запланирован марафон практик классного руководства, когда в шести секциях классные руководители поделятся своими практиками. Секции разделены по тематикам – это ценность семьи, наука и выбор профессии, патриотизм, экологическое, а также трудовое воспитание. О последнем как раз и будет вещать молодой специалист Юлия. Не нужно обязательно ребенку говорить, что мы идем трудиться, потому что слово труд, оно иногда детей отвлекает, отбивает у них всякое желание что-либо делать. Они должны в первую очередь сначала приучиться работать и трудиться, и что-то делать добровольно. Для этого Юлия предлагает трехступенчатый подход. Сначала вовлечение детей в волонтерскую помощь, далее созидающий труд – это создание чего-либо. И последнее уже профориентация. Таких методик по шести секциям десятки. На обмен практик всего два дня. Далее марафон регионального всероссийского форума переходит уже в Нальчик. Анастасия Изюминка, Владимир Галуцкий, Дон-24, Ростов-на-Дону. 200 донских специалистов сферы молодежной политики отправились в Пятигорск на форум «Молодежка-2.0». Виктория Слепченко узнала, чему будут учиться представители нашего региона. Четыре дня обучения, обмена опытом. 200 представителей донской молодежной политики. Все это про образовательное мероприятие «Молодежка-2.0». В программе десятки встреч с известными людьми, экспертные блоки, презентация лучших практик и форматов, групповая работа и публичные дискуссии. Два года мы проводили слез специалистов только для муниципальных образований. Для специалистов муниципальных образований в этом году у нас присутствуют и специалисты муниципальных образований, и специалисты всех подведомственных учреждений, комитет по молодежной политике Ростовской области, также представители НКО, представители вузов и наша активная молодежь в том числе. Здесь обсуждают самые разные вопросы, и все они касаются молодежи. Например, Донской регион для себя определил одно из главных направлений – создание инфраструктуры для активистов на территории всей Ростовской области. Наша задача здесь ребят прокачать, но самое важное, чтобы ребята пообщались между собой, познакомились, поделились лучшими практиками и нашли решение тех проблемных вопросов, которые у них существуют. А наша задача – довести им те направления в нашей деятельности, которые важны, которые реализовываются. Но и основное направление, которому мы особое внимание уделили – это создание инфраструктуры для молодежи на территории всего нашего региона. Ростовская область успешно реализовывает различные мероприятия в рамках национального проекта образования, а также таких федеральных проектов, как молодежь России, патриотическое воспитание граждан и социальная активность. Виктория Слепченко, ДОН-24, Пятигорск. Ребята, которые остались в регионе, времени зря не теряют и продолжают совершенствовать себя в своем деле. Четыре золота, серебро и бронза – сальские грибцы отличились на областных соревнованиях. Но на достигнутом не останавливаются и продолжают тренироваться. Где и как – расскажут мои коллеги. 16-летняя Мария Гашта – первая в рейтинге среди спортсменов своей возрастной группы. Это очень такой талантливый человек, который, мне кажется, она в разных областях может себя показать. Такой целеустремленный, обязательный, ответственный. Своё будущее Маша не связывает со спортом. Гребля помогает ей быть в хорошей форме. Впереди отборочные соревнования на первенство в России. На неё делают ставку. Стараемся просто. Вообще, наверное, там все примерно на одном уровне. Просто кому повезёт немного больше. Кто будет подготовленнее, тот и займёт первое место. Готовится к старту Ивита Назмединова. На два года младше напарницы в байдарке-одиночке. На первенстве области заработала бронзу. На дистанции 200 метров. Стаж занятий греблей три года, меньше, чем у Маши, тоже выступает в составе сборной области. Если будет чуть смелее, увереннее, призовых мест станет больше. Какая готовность? Нормальная. Я не могу сказать, что прям отричная, но я готова гоняться. Будут бороться за лидерство и начинающие гребцы Максим Подорога и Кирилл Калиев. В Белой Калитве впервые выступили экипажем. В тройку призёров не попали, заняли четвёртое место. Почувствовали дух соперничества. Это придало сил. В двойке мало работали, только первый год у нас с Киевом. Мы в двойке участвуем в первые соревнования. Поэтому нужно лучше работать в двойке, усердней и больше тренироваться просто. Хочется, чтобы я хоть успела за Максимом, чтобы мы вместе ходили, выигрывали. Скоро младшие поедут на областные соревнования в Каменске-Шахтинске, а испытания старших ждут в середине июля в Ростове. Галина Соколова, Артём Мирошников, специально для Дон-24 из Сальска. Сегодня в 21.25 смотрите премьеру на Дон-24. Главный герой под видом бывшего уголовника внедряется в преступный бизнес. Но свою обычную жизнь нельзя прожить, став другим человеком. Остросюжетный сериал «Под прикрытием» смотрите сегодня в 21.25. На этом наш выпуск завершен. Больше новостей на сайте Дон-24.тв и в наших социальных сетях. В студии была Алла Локтёнова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин